Снежная Финляндия Тюмень может стать городом бесплатного интернета Об этом недавно в очередном своем послании Перед областной думой говорил губернатор Владимир Якушев Идея превращения Тюмени в город бесплатного интернета Подразумевает под собой наличие во всех ключевых местах Открытых точек беспроводного доступа в сеть Это и центральная площадь, и пешеходный бульвар, и Александровский сад А также городские вузы, библиотеки и другие общественные места Социальная активность, хотимый того или нет, перемещается постепенно в интернет И каждый имеет право получить доступ к виртуальной площадке В любое время и в любом месте Вот как к перспективе создания зон свободного Wi-Fi Отнеслись те, ради кого все это затевается А идея-то хорошая Вышел в парк летом погулял, посидел, с буком поработал Красота! Думаю, студентам это на руку Помнится, мне часто не хватало баланса на каком-нибудь зачете Правда, раньше интернет был дороже С одной стороны, идея хорошая Доступ в интернет, как-никак, это уже неотъемлемое благо Но с нашим климатом делать массовый доступ к интернету Именно на улицах бессмысленно Лучше уж полностью вложиться в развитие интернета В общественных и не очень помещениях и заведениях Я, конечно, не хожу по улицам с компьютером Но вдруг приспичит А вообще, эта тема хороша для студентов, деловых людей Что касается финансовой стороны вопроса, стоит признать, что бесплатный интернет удовольствие не из дешевых Ведь нужно не просто построить сеть, но и поддерживать в рабочем состоянии каналы связи Поэтому организация одной точки беспроводного доступа в сеть может стоить, в зависимости от места расположения, от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов Что еще интересного в последнее время произошло в интернете? Наверняка вы помните Сергея Девляшова, его еще называют Тюменским Человеком-пауком Так вот, он выложил новое видео на YouTube Смотреть его не менее волнительно, чем первый ролик После того, как летом Сергей Девляшов выложил видео на YouTube, где он покоряет местные многоэтажки Исполняет агробатические трюки на мосту влюбленных К тюменскому парню без преувеличения пришла всенародная слава Его имя и фамилию теперь знают Яндекс и Гугл, о нем снимали сюжеты федеральные каналы В конце концов, его видео собрало более 250 тысяч просмотров Может быть, вкус славы и всеобщего внимания стал катализатором того, что совсем недавно Сергей и его друзья выложили еще один ролик в сеть Назвали его Russian Spider-Man 2, прям-таки голливудская история с продолжением Даже опыт просмотра первой части, подсказывающий, что с этим парнем ничего страшного не случится, не может погасить волнение за Сергея Поэтому в который раз, не устаю повторять, не стоит пытаться делать что-либо подобное Это очень опасно Субтитры делал DimaTorzok Это была программа Точнее.ру и в конце, как всегда, наше традиционное видео с YouTube Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok